13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит улыбающийся Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Мой коллега, ведущий радиостанции «Эхо Кирова». И вообще наш постоянный эксперт. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Я не просто постоянный эксперт, а, судя по всему, уже какой-то постоянный голос этой радиостанции. Потому что в понедельник я был здесь, и в пятницу буду. И вот и сегодня я здесь. Даже подумываю. Хороших спикеров много не бывает. А может мне свою радиостанцию открыть и болтать на ней с утра до вечера? Я думаю, что у «Эхо Москвы» круг слушателей шире. Поэтому пользуйтесь мощностями «Эхо». Да я пока, но опыта наберусь. Николай, вам уже им спору делиться на самом деле. Ну, давайте начнём. Я хотела бы напомнить, что можно нашим гостям задавать вопросы на сайте «Эхокирова.ру» в разделе «Анонсы». Сегодня там вопросов нет. Можно писать мне в Твиттер по ходу программы. Мы стараемся озвучивать и отвечать. Итак, я на самом деле хочу начать, может быть, с не очень свежей, но очень важной новости о том, что ровно неделю назад суд снова решил арестовать участников по делу Ужумского СВЗ. Это Олег Березин и Игорь Бурков. Вот об этом событии уже высказались на самом деле многие эксперты. Олег Прохоренко предлагает вспомнить про суд присяжных для рассмотрения таких дел. Вы согласны? Нет, но дело в том, что суд может быть суд присяжных, суд может быть без суда присяжных, но всегда есть апелляционная инстанция, которая может отменить решение этого суда и точно так же арестовать человека на следующем этапе, как мы, собственно, и видим. Но суть в том, что решение принимается не одним человеком, в данном случае судьёй, а судом присяжных. Всё понятно, но я ещё раз говорю, после того, как суд присяжных на уровне первой инстанции дело рассмотрел, оно попадает снова в апелляционную инстанцию. А там уже, насколько я помню, суд присяжных у нас не предусмотрен. То есть оно может быть точно так же возвращено на расследование, точно так же человек может быть помещен под арест. Понимаете? Ну вот я думаю, что, наверное, уже в этом городе нет людей, которые реально видят какую-то экономическую подоплёку в деле Березина. Потому что всё на самом деле так шито белыми нитками, что трудно поверить, да? Ну, во-первых, я уже много раз об этом говорил, что когда речь идёт о какой-то сделке, в этой сделке есть две стороны. И одна сторона не может быть виновной, при том, что вторая не виновна. Поэтому, как бы, чтобы поверить в то, что дело Березина имеет реально подоплёку такую, чтобы вернуть какие-то деньги в бюджет, да, вот, или как-то наказать виновных, то тут надо смотреть на такой индикатор. Вот есть такой товарищ по фамилии Арзамасов, да? Он находится в Латвии, хорошо себя чувствует, не сидит в СИЗО. Вот пока он будет находиться в Латвии и хорошо себя чувствовать, можно строго говорить, что это дело не имеет реальной экономической подоплёки, а чисто политический акцент имеет. Потому что без продавца осуждать покупателя нельзя. Так? Но я пока не вижу, я не слышал, чтобы там... Вот помнишь, такой фильм был «17 дн. весны», очень популярный в советское время, да? И там актёр... Ого! Висбор. Да, актёр Висбор в роли Бормана, очень такого симпатичного Бормана, требовал, чтобы ему доставили Василия Ланового, который там исполнял роль генерала Вольфа. И говорил там, доставить его там, сорвав с него погоны в кандалах. Так вот пока Арзамасов с уронными погонами в кандалах в Кирове не появится, я всегда говорил и буду говорить, и я думаю, все это будут понимать, что дело Березина, оно на самом деле не может быть решено вот таким вот судебным образом, хоть судом присяжных, хоть без суда присяжных, хоть с офигенным следствием, хоть вообще без следствия. Потому что здесь есть некий бэкграунд, некий задник такой, вот как в театре говорят, некий занавес там сзади, о котором мы мало знаем. И вот пока там что-то не изменится, вот это так и будет. Мне искренне жаль Олега Юрьевича, когда я услышал, что его снова арестовали, извините, я просто захохотал, но не от того, что я злобный, и там кому-то, не от радости, а просто от изумления, от абсурдности ситуации, это вообще кавка. Так вот это кавка у нас происходит, это вот абсурд, и от этого абсурда мне стало просто смешно. Ну вот, Николай, раз вы уже заговорили про бэкграунд, за эти полтора года, пока был под арестом Олег Березин, очень много версий строили, о том, что хотят отобрать или купить по сходной цене бизнес. Была политическая версия о том, что вот пока выборы губернатора не пройдут, Олега Березина из под ареста не выпустят. Сейчас вроде и выборы прошли, и система Глобус вроде как не продается. А в чем вы видите вот эту подоплеку, тот самый бэкграунд? Вот смотрите, Юля, вот вы говорите, было много версий, на самом деле было фактически только три версии. Все остальные были их вариантами. Первая версия, которая самая была распространенная, кстати, это версия, то, что это след Навального. Потому что вспомните знаменитую переписку Алексея Навального со своим бывшим работодателем, с Никитой Юрьевичем Белых, где была речь, ну, скажем так, о сворованном, я смягчу выражение, хотя говорят, я имею право сказать правду, но я смягчу выражение. Не стоит. О сворованном спиртзаводе по следам вот этой реплики, там же было две, по лесу и по спиртзаводу. По лесу мы как бы знаем, чем закончилось, по спиртзаводу, значит, многие отнесли вот это дело вот к этой вот самой вот записочке. Вот. Поэтому тема была такая, что на самом деле это дело, оно как бы адресовано Навальному. Цель этой вот возбуждения, этого дела и ареста людей, это подтащить Навального к этой сделке и, соответственно, судить. Но, во-первых, и по временным, и по прочим параметрам, как мы знаем, доказать причастность Навального к этой сделке, ну, невозможно, потому что ее нет. Даже по времени, по всем делам, да. А во-вторых, как бы в это же время в Москве набралось очень много других дел по Навальному, у которых гораздо более такая прозрачная перспектива судебная, да, там, дело с пропавшими миллионами СПС, дело там этой, Почты России, или что-то, я уже забыл, там, Еврошея там, ну, короче, их много дел набралось, по которым, кстати, вот уже их начали осуждать братья-то Навального. И вот это сложное дело, оно просто в Москве стало не нужно. Ну, и что они, как было, да, вот сырой там материал какой-то собрали, кинули там в районный суд, сказали, решайте, что хотите, да. Суд посмотрел, безусловно, материал совершенно сырой, да. Естественно, Олега Юрьевича оправдал, ну, первая была версия такая. Вторая версия, как вы верно говорите, шла о том, что якобы X5 Retail Group хочет, чтобы он продал им свои магазины, ну, или там, право аренды магазинов, где-как, да, под размещение, там, чего они хотели у нас, карусели размещать, да, якобы. Тут тоже, понимаешь, все правдоподобно, потому что, если вспомнить, там, фамилии владельцев X5 Retail Group, то это люди достаточно серьезные, чтобы инициировать возбуждение уголовного дела на любом уровне. Тем более, что еще тогда было горячо вот это вот дело по Навальному, сказать, что по следу Навальному вот это дело, подоплека, вот. Ну, тогда, опять же, вот понимаете, вот то, что его оправдали и освободили, если вот такую версию принять, должно значить, что, либо они договорились, да, и Березин сказал, покупайте, забирайте, либо они нашли какой-то обоюдоприемлемый вариант, потому что иначе бы, ну, с чего бы вдруг отпускать-то парня, если мы не нашли такого варианта. Мы же видим, что никакого варианта не найдено, и Globus себе прекрасно работает, пакеты наших каруселей, ой, не карусели, а перекрестков, да, перекрестков, пакеты с перекрестком появились и пропали. Видимо, перекрестков пока в Киров не собираются. Вот. Но, опять же, это наше предположение, а может быть, там какой-то процесс идет, и, может быть, на очередном витке этого процесса Березин снова заупрямился. Может, они о чем-то договорились, а сейчас он снова заупрямился. Вот его и снова. Кто знает, мы же не знаем там. Ну, и третий вариант, о котором вы тоже сказали, это то, что это дело изначально было направлено на дискредитацию Никиты Юрьевича Белых. Вот. Так как продажа этого пакета, она была санкционирована, безусловно, в том числе лично им, и его подпись там есть, так же, как и подпись Арзамасова. Ну, опять же, Арзамасов, дело в том, что если бы это дело было реально направлено в отношении Белых, да, на него, то Арзамасову никто не дал из России уехать. Вы знаете, его на самом деле давно бы уже доставили без знаков различия и в Кандалар. У нас умеют, вы знаете, как из Украины, там из Польши людей вывозили в багажниках машин наши доблестные контрразведчики и ничего, если нужно. Есть еще такая версия, что с Олегом Юрьевичем просили показания на Никиту Юрьевича. Так вот, дело-то в том, я как раз и говорю, что вот в этой версии, да, суть шла о чем, что вот, опять же, вспомним Киров лес, да, то есть там был Опалев, который дал определенного рода показания, на основании которых, причем эти показания практически не имели документального подтверждения, он получил свой условный срок, но на основании вот этих показаний, там по принципу проявиться, значит, Навальный, собственно, был осужден. То есть здесь второе число о том, что, как бы, пока Олег Юрьевич сидит в темнице, он в любой момент, как бы, никто же не знает, что он там делает, предполагает, что в любой момент может пойти на сделку со следствием и дать такого рода показания, и что якобы вот это вот должно было как бы остановить Никиту Юрьевича, да, чтобы он не делал шагов таких опасных, типа там переизбрания на второй срок. Но, ведь уже в декабре где-то стала ясна позиция Кремля, что Кремль, в принципе, хотел бы Никиту Юрьевича оставить, и, соответственно, уже нельзя было никакими силами это следствие продолжать. И, в общем-то, после чего его еще до всяких выборов там списали в архив, так сказать, опять же отправили к нам, и, в ходе, разбирайтесь, как хотите. Поэтому получается так, что пока мы одну из этих трех версий для себя не выберем, мы не сможем сказать, почему вдруг его снова вот сейчас арестовали. Вот, к примеру, да, если брать ту же версию, что дело направлено на Никиту Юрьевича, вот, так сказать, и там главное ключевое звено это Арзамасов, потому что, опять же, без него Никиту сюда не притянешь. Что у нас сейчас с Никитой Юрьевичем? А может быть, кто-то, кто хочет занять его место, нашел для Никиты Юрьевича теплое местечко Московского министерства? Ну, возглавить какое-нибудь министерство предложил Никиту Юрьевич. И Никита Юрьевич почему-то не хочет. Вот нравится ему область с бюджетом 40 миллиардов рублей и не хочет наехать в министерство. В области все-таки свои контроли, все, а там все со стороны, все можно идти, тем более, там все время кого-то арестовывают, кого-то сажают, кого-то там гоняют по России, да? Вот не хочет почему-то Никита Юрьевич ехать в министерство в теплое, хорошее место работать, а хочет оставаться в Кирове, да? Вот, возможно, снова включается тот же инструмент и говорят, ну, раз ты хочешь что-то в Кирове, мы тогда вот Олега Юрьевича-то возьмем, и он все-таки заключит сделку со следствием. И все будет гораздо хуже. Если мы возьмем вот эту версию, то тогда вполне возможно это связано с тем, что тогда давайте подождем. Может быть и правда в ближайшие дни мы узнаем, что Никита Юрьевич получил повышение. Вы что-то знаете, Николай, чего не знают все остальные? Да нет, я просто предполагаю, откуда я могу что-то такое знать? Господи, это вообще никто не знает, кроме двух-трех человек, даже если такое что-то происходит. Я просто исхожу из того, что если вот Березина арестовывают для того, чтобы оказать давление на Никиту Юрьевича, то какое может быть оказано давление на человека только что избранного губернатора? Нет. Я, конечно, понимаю, вот тут недавно совсем там Конгресс ФИФА, там, Сибирная футбольная организация, избрал Азепа Блаттера на пятый срок, а через четыре дня Азеп Блаттера сказал я ухожу. То есть такое тоже бывает, но я не думаю, что Никита Юрьевич уровня, где там бюджет побольше в ФИФА, вы знаете, в десятки раз больше, чем у Кировской области. Ну, серьезно, Николай, вот вы в принципе считаете, что Никита Юрьевич реально может сейчас покинуть Кировскую область и уйти работать в какое-нибудь министерство? Вы знаете, у нас это довольно-таки частый случай, когда губернаторы идут на повышение в Москву. Например, вот Никита Юрьевич наработал там большой опыт, например, там, про ком-то направление, по демографической политике, чтобы ему не возглавить там министерство социальной политики или что-нибудь еще. Почему нет? Это у нас происходит, у нас министры уходят, губернаторы, губернаторы министры. Это нормально. Для этого они никогда, кстати, не ждут, чтобы у кого-то срок закончился. Вчера, я искал в интернете фамилию Слюняева, помните, был такой Слюняев, его трудно найти, потому что фамилию поменял. Значит, Салдор. И там у него что же самое, он же был губернатором и министром, и замминистра, и там каким-то депутатом, и сенатором. То есть, эта ротация, она происходит постоянно. Мы уж много раз говорили, что колода в руках, и мы, правда, говорили про колоду в руках Никиты Юрьевича кадровую, но, в принципе, у Владимира Владимировича не так велика колода. Мы все равно видим те же фамилии на разных местах. Так что, это вполне реально. Я не говорю, что я что-то знаю, я не могу ничего подобного знать. А Никита Юрьевич уже человек Владимир Владимирович, по вашему мнению. Никита Юрьевич, да, безусловно, потому что у нас не может быть губернатором человек, который не является как бы ретранслятором мыслей и идеи Владимира Владимировича. У нас страна давно уже стала такой. А если возвращаться к коллегу Березину, как вы считаете, почему сейчас была выбрана мера пресечения ареста? То есть, он никуда не убегает. Там он был под домашним арестом. Он остается здесь. Почему сейчас снова его, выражаясь русским языком, закрыли? Юль, если бы дело было экономическое, на самом деле и касалось того, о чем мы говорим, его бы никто не закрыл. Но так как это дело, как мы уже только что я говорил, наверняка, на 100%, опять же вспоминаю, не привезенного в Кирово багажника Арзамасова, это дело, которое затеяно или возобновлено для каких-то посторонних целей, то поэтому его и закрыли. Он нужен закрытый, чтобы никто не знал, что он делает и на что он готов. Вот, Николай, вопрос для вас из Твиттера, от Романа Орловских. Как вы считаете, какой процент рядовых граждан реально волнует разборки хозяев при продаже заводов? Вы знаете, самое обидное, что в момент продажи заводов чаще всего рядовых граждан это не волнует. Что обидно получается вспомнить вот эту вот приватизацию 90-х годов, когда люди охотно скидывали свои акции, да, неизвестно кому и куда и на что-то еще надеялись. Вот, то, к сожалению, вот из-за этой безалаберности мы имеем то, что мы имеем по многим очень заводам, которых уже к сожалению просто нет. то есть люди просто их сдали китайцам на металлолом и нормально себя чувствуют где-нибудь там в Испании, давно забыв про эту Россию, про этот завод. И у нас часть предприятий, которые есть в области, которые сейчас тоже находятся в бедственном положении, они тоже стали вот как бы и следствием того, что люди очень равнодушно относились к тому, что они в то время имели хоть какое-то минимальное вхождение, право управлять этим заводом или влиять на решение, даже вот если учесть, что вот это было так эффективно более-менее, они очень спокойно с этим расстались, поэтому как бы, а сейчас уже пожинаются плоды на очень многих предприятиях, где много раз уже менялись владельцы и которые служат чему угодно, но только не развитию, условно говоря, от этого производства. Так что, к сожалению, к моему сожалению, людей очень мало волнуют вот эти вот разборки, хотя по идее надо, конечно, в нашей стране всегда держать хвостик морковкой. Не, ну просто на самом деле, если, допустим, вдруг, вдруг в Кирове пропадут магазины системы Глобус, ну, по моему мнению, это будет очень плохо. Но дело в том, что святое место пусто не бывает, здесь появятся магазины системы X5 Retail Group, и мы привыкли к этому. Мы в свое время имели великолепный магазин Континент, его не стало на Ленина. Изумительный магазин. Мы имели магазин Персона на Карла Маркса, их не стало, мы привыкли к этому. Ну, я не могу к этому привыкнуть, вот лично я. В бывший магазин Персона я сейчас ходить не могу. Нет, в бывший магазин Персона мы не ходим, но мы же не ходим по городу и не говорим, что мы не пойдем ни в какой магазин, потому что нет Персона. Мы просто вынуждены пользоваться тем, что есть. Но просто получается, что все равно мы проиграем от этого. Я не знаю, понимаешь, как-то есть целые города, которые живут полностью оккупированные магазинами какой-то торговой сети или той же самой экспертритор групп и неплохо себя чувствуют. Есть, наоборот, магазины, где этих групп вообще нет, и города. Тот же Сыктывкар, где ни одна из федеральных групп не имеет своих магазинов в центре города, вообще сети свои не имеет. Там есть где-то один магнит, где-то там одно что-то еще. Так что я думаю, что это вопрос привыкания все равно, ведь мы и глобус-то привыкали. Вы знаете, я небольшой был поклонник этой сети в свое время. А как вы считаете, помните период губернаторства Николая Ивановича Шаклина, когда федеральные сети к нам не пускали в принципе? Да, прекрасно помню. Много раз об этом писал и даже целую теорию разработал. Такой автортической модели развития Кировской области. Я даже сказал... Вы много раз об этом писали, вы критиковали? Да, безусловно. Потому что дело в том, что я даже просто вспомню, писал о том, что у нас дороги-то не ремонтируют для того, чтобы никто приехать не мог. Специально, чтобы никто не мог приехать на своих форах. Дело в том, что я всегда считаю, что экономика в России не может иметь региональной границы, не должна и не имеет права. У нас единое государство. Тем более, что даже с точки зрения сейчас нынешнего руководства, оно все менее и менее становится федеративным. То есть вот эти вот у нас единое экономическое пространство. И все должно решаться путем конкуренции. Если к нам приезжает федеральная торговая сеть и приведет конкуренцию нашей сети, то она сворачивается и уезжает. Понимаете, в чем дело? Я всегда говорил об этом. Но разве это хорошо? Это же местный бизнес, это налоги в местный бюджет, это рабочие места в Кирове. А у нас местный бюджет это часть консолидированного бюджета Российской Федерации. И очень многие налоги сначала уходят в федерацию, потом возвращаются в ком-то виде технологий. Нет, ну подождите. Есть налог на прибыль, который частично идет в региональный бюджет? Есть ли НВД? Налог на прибыль за прошлый год весь предприятий составил 5 миллиардов рублей. Вы думаете, это много? На все предприятия. В бюджете в 40 миллиардов мы понимаем, какая это часть. При том, что если взять, например, акциз на алкоголь, то мы, область получила 1,3 миллиарда, да. С двух предприятий. С двух. А все предприятия вместе налог на прибыль заплатили 5 миллиардов рублей. Это налог очень несущественный, к сожалению. У нас главный налог это налог на доходы физических лиц. А налог на доходы физических лиц платит совместно на бюджет, независимо от того, какая это фирма, московская или кировская, они здесь работают, они здесь его платят. Поэтому для бюджета нет большой разницы, кто работу дать. То есть для бюджета нет разницы, является ли этот сотрудник работником федеральной торговой сети НДФЛ он платит здесь. А своих продавцов ни одна сеть никуда не привозит. Ну, это конечно, это понятно. Ну, хорошо, вот, Николай, еще договорим, давайте, про Березина. Единая Россия обратилась в адрес прокуратуры и суда, чтобы пересмотреть решение об аресте. Как вы считаете, это может реально повлиять на ход дела, помочь Березину и вообще зачем это сделано? Я боюсь, что это сделано просто для какой-то, может быть, моральной поддержки Олега Юрьевича, что мы с тобой, дорогой. Ну, ведь мы же помним, как за вот эти полтора года, пока он находился как бы вот на прежнем этапе этого дела под арестом, очень много было обращений писем от разных совершенно структур и ничего от них не изменилось. Ну, которым отвечали, в общем-то, одно и то же, что не лезьте в расследование, это не ваше дело. Нет, там не то, чтобы отвечали не лезьте в расследование. Все эти письма, они, в общем-то, они вполне нормальные, законные, но они, как бы сказать, обоснованием для того, чтобы человеку сменить меру пресечения такого рода письма обычно не являются. То есть, поэтому это просто, мне кажется, акт такой поддержки, которой коллеги, надеясь на то, что Олег Юрьевич в очередной раз будет оправдан и продолжит свою работу и будет снова на них опираться в своей работе. Поэтому они оказывают такой родной поддержку. Вот, Николай, накануне представили нового главу МВД Константина Селянина. Вы были на этом брифинге? Нет, я же сейчас работаю в таком средстве массовой информации неоперативном. К тому времени, как мы выйдем, это перестанет быть новостью, поэтому... Нет, я даже и не собирался туда. А как вы считаете, работать после генерала Солодовникова ему будет проще или наоборот сложнее? Я думаю, что не проще, не сложнее, а вполне нормально. Понимаете, мы очень много говорили в свое время о генерале Солодовникове, но мы все время забывали о том, что когда он пришел, он пришел на пустое место. И добрая половина тех дел, которыми он прославился, они были фактически проработаны при его предшественнике. Ну, вы имеете в виду, что они долгое время просто лежали в столе? Они не лежали в столе. Дело в том, что любое дело требует завершения. Понимаете, если это дело не политическое, которое надо слепить быстренько и осудить человека, а если это дело на самом деле, то иногда выходит на самом деле сбор вот этих вот доказательств каких-то там все открывшихся обстоятельств, он занимает достаточно долгое время. И для того, чтобы наверняка человек был осужден, надо найти эти доказательства, чтобы суд уже никак их не мог, никак адвокаты не могли их освоить. Это не секрет, что там вспомнить то же осуждение зампрокурора Быкова, что по нему милиция работала очень много лет, очень много лет работала, но никак не могла вот условно говоря найти какие-то конкретные доказательства кем-то. То есть, ну как они сами рассказывают, тогда еще милиционеры, да, рассказывают, что просто человек очень умный, и было очень трудно вот его на чем-то подцепить или как-то. Я не знаю, правда этого нет, просто это такой рассказ. Поэтому, я думаю, что пока работал здесь генерал Солдовников, начинались какие-то другие дела, ведь у нас же криминальный мир не дремлет, и новый предшественник приходит не на пустое место. А то, что он будет не таким, как Солдовников, так может, это и неплохо, понимаете, они же разные должны быть. А лично вы жалеете, что Солдовников от нас перевели в другой регион? Я вообще люблю вот такие фигуры яркие, одиозные. Одиозные, ну это плохое слово, там сейчас по-разному говорят, одиозные все-таки немножко это от латинского слова одиозные, ненавистные, понимаешь, это не очень правильное слово, одиозные, да, я бы сказал, такие, ой, богатырей таких, знаешь, вот, не боясь ихся словцов сказать, да, не глядясь в бумажку, когда речь говорят, не говорящих, обтекаемых формул, я же постоянно все расшифровываю речи наших чиновников, это же обычно, это труднее, чем переводиться языком так попробовать понять, что же он хотел сказать, генерал Солодовников, в смысле, был довольно-таки прям, я, опять же, что не берусь судить, у меня мало информации, что его заслуга, что не его заслуга, зачем что стояло, почему 15 лет не трогали Прокопа, а потом вдруг арестовали, да, хотя, кстати, вот опять же, Юль, мы тут беседовали у нас на экспертном совете, и Николай Плюшнин, вот у нас сегодня здесь был Михаил Плюшнин, его брат Николай Плюшнин, огромная умница человек, он сказал, вот смотрите, мы говорим о раздельности, да, о Прокопе и о Березине, а ведь если убрать от них вот эти знаки плюс и минус, то по величине влияния на авиадский бизнес, на пути развития авиадского бизнеса, эти фигуры равновеликие, то есть Прокоп практически контролировал развитие авиадского бизнеса и направлял его в 90-е, Олег Березин, фактически контролировал, направлял авиадский бизнес в годы Шаклеина, и в принципе и после них, какое-то время, да, то есть эти фигуры равнозначные, И он сказал, может быть, просто вообще цель такая, что эти фигуры больше стали не нужны. Такие фигуры, неважно, со знаком плюс или со знаком минус. Что пришло время для какой-то новой фигуры. Пришло время для новой. Но это тоже один вариант, что приедет федеральная фигура, которая будет контролировать вятский бизнес. У нас же все федерализируется. У нас в правительстве первое лицо федерал, но Никита Юрьевич, он все-таки не кировский, он федеральный. Так ведь? Он же к нам прислан, он же к нам назначен, скажем так, вне приема. Ну, допустим. Он, по-моему, вообще был избран в прошлом году. Кстати, у нас мобильные сети федеральные, все федеральные структуры, мобильная связь. Сети у нас торговые тоже федеральные. Жилкомхоз у нас федерализируется, какие-то московские хозяева появляются, кто-то еще у нас. Везде федерализируется. Почему же у нас такой важный сектор экономики, как теневая экономика, не может федерализироваться? Так что вполне возможно, что просто мы убираем крупные влиятельные фигуры, освобождая место для прихода каких-то новых, там, около московских, неважно, там, подольских, ореховских, там, много их всяких, да? Вот, тем более, что, если вспоминать, опять же, историю генерала Солдовникова, которого много связывали как раз с подольской преступной группировкой, были известные публикации, которые многим стоили работы и свободы, вот. Так что почему нет? Почему не подумать, что на самом деле идет такая же расчистка площадки под приход неких, условно говоря, лояльных действующих власти, федеральных подпольных структур? В этой стране все что угодно возможно. Но мне вот кажется, знаете, что это уже как-то близко к теории заговора. Я небольшой любитель конспирологической теории, честно говоря, да, но я еще раз говорю, вот, когда читаешь, да, на экране компьютера о том, что во время апелляции Олега Юрьевича взяли под стражу, ты начинаешь понимать, что в этой стране возможно все реально, да, не потому, что это какой-то заговор, а потому, что мы живем в таком мире, где на самом деле возможно все. И в том числе, вот, любую теорию выдвигай, и ты ведь найдешь ей подтверждение в окружающих, так сказать, фактах. Ну, при желании, наверное, найдешь. Николай, нам надо сейчас прерваться на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Мы сейчас уйдем на рекламу, но очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Меня по-прежнему зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня по-прежнему сидит Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» и наш постоянный эксперт Эфи Кирова. Николай, я хочу немного про экономику с вами поговорить во второй части. Свежая новость буквально накануне появилась вечером о том, что губернаторам разрешат увольнять мэров за экономические нарушения. Я сейчас объясню. Минюст расширяет список нарушений в бюджетной сфере, за которые муниципальные чиновники поплатятся своим креслом. Например, что это может быть? Это может быть нецелевое использование межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов из региональных бюджетов, нарушение условий предоставления расходования трансфертов и кредитов. Вот оцените это нововведение, пожалуйста. Во-первых, что мне интересно, дело идет, что бывает неэффективное расходование, бывает нецелевое расходование. Нецелевое расходование бюджетных средств вообще-то это правонарушение, которое должно преследоваться по закону, и оно преследуется по закону. И, соответственно, любой губернатор, столкнувшись с таким фактом, он, в принципе, и раньше мог отправить этого человека в отставку. Потому что этот человек, собственно говоря, совершил тяжелое правонарушение экономики. Нет, подождите, а как же самостоятельность муниципальной власти? Возглавлять муниципалитет не может быть человек, совершивший преступление. Ну, не может он, не имеет права по закону, да. То есть, в принципе, нецелевое расходование бюджетных средств – это преступное деяние. Неэффективное – это очень расплывчатое понятие. У нас, к сожалению, даже в тех случаях, когда зачастую имеет место нецелевое расходование бюджетных средств, его почему-то списывают на неэффективное. Хотя, иной раз читаешь, когда вот доклады, особенно контрольно-счетные палаты, в их изначальном виде, да, видишь, что, в принципе, пересажать надо половину чиновников. Потом, когда этот уже вот доклад рассматривается, там, ОЗС, рассматривается губернатором, по его, начинают приниматься какие-то меры, ты замечаешь, что даже штраф-то не на всех накладывается, да. Потому что все входят в положение друг друга. Ну, пришлось ему, ну, мало денег в бюджете, ну, пришлось ему с этой статьи на эту перекинуть, да. Все же понимают. Вот из-за этого только. Поэтому я не думаю, что какие-то допполномочия появятся. Юль, ну, смотрите, зачем губернатору вот эти новые полномочия? Ведь он, в принципе, сейчас по закону Кировской области практически будет назначать всех глав муниципалитетов. Вот мы приняли эти изменения, которые устраняют двое власти и одновременно ликвидируют институт выборов. 50 на 50 процентов областная комиссия, которая назначает, собственно, главу района. Так ну и что? Зачем еще какие-то полномочия, когда его можно назначить в любой момент? Глава района его просто уволить без объяснения причин, назначить другого. Ну, вот главу города Кирова, например, может быть. А чем город Киров отличается от каких-то других муниципальных образований? Другое дело, что глава города Кирова по этому закону назначается из числа депутатов. Так у нас депутатов 30 лишним человеком. Так что я думаю, что это какой-то странный очень шаг. То есть у нас и так уже муниципальные образования лишены всех своих изначальных прав. То есть они лишены самостоятельностью как таковые, не только экономической и политической. А это просто уже я даже не знаю для чего. Я не знаю, где мог подойти такой прецедент, чтобы вдруг вот это вот правило пригодилось. Потому что на самом деле у нас не проблема уволить любого муниципала сейчас уже. А вы не считаете, что нам это сделано просто для устрашения? Кого? Для устрашения кого? Для муниципальных чиновников. Муниципальные чиновники давно уже устрашены до предела. Они все ходят под областной властью при всей там нами задекларированной там независимости вот этого уровня местного самоуправления, при всех там подписанных нашей странной хартиях и прочих. У нас муниципалитеты давно не изведены до уровня там следующего этапа вертикали власти. Поэтому куда их дальше-то устрашать? Не так всего лишены, они так за каждой копейкой в область бегают. А вот вы себе в принципе представляете такую ситуацию, когда губернатор Кировской области отстраняет от должности, например, мэра города Кирова? У нас сейчас нет мэра города Кирова. Ну вот когда новый закон... Хорошо, главу города Кирова. Хорошо, давайте подумаем. Когда у нас появится мэр города Кирова, который фактически будет главой администрации города Кирова, и который будет фактически назначен комиссией, в которую будет входить 5 человек, ну там половина, 50% от губернатора, то я даже не представлю, что должен сделать назначение с губернатора, чтобы тот же его потом и уволил. Потерять доверие? Нет. Там такой отбор людей, что эти люди доверие уже не потеряют, даже их своруют миллион рублей. Это свои люди, они никогда не выходят из доверия. Это проверено на личном опыте, о котором я по радио рассказать, к сожалению, не могу. Но еще раз скажу, что когда даже одному из наших предыдущих губернаторов клали на стол документы, непровержимо свидетельствующих, что его заместитель ворует десятками миллионов, он его не увольнял. Потому что это сукин сын, но это свой сукин сын. И ходу этим бумагам не давал. Я просто знаю, я видел эти бумаги и знаю этого человека. Эксперты РБК опять же пишут, что вот эти поправки говорят во многом об отношении чиновников федеральных к региональным, что, мол, считают, что много воруют в регионах. — Так, понимаешь, дело-то в том, что когда нижестоящие чиновники воруют, любой вышестоящий чиновник понимает, что воруют у него. Он ведь так воспринимает, почему? Воруют, как бы несанкционированное происходит воровство. Воровать должны только свои у нас, только определенный круг людей. Вот я понимаю, что если посторонний человек, какой-то глава муниципалитета, который там откуда-то взялся, хотя ему неоткуда взяться, кроме как быть мною назначенным, но вдруг какой-то прыщ объявился, откуда-нибудь возьмись, и своровал, а ему нельзя, он не свой, вот тогда его можно уволить за целевое расходы небезопасных средств. Но это невозможно, потому что все свои, все проверены. — Замкнутый круг какой-то получается? — Нет, я просто еще раз говорю, что это какое-то вот странное нововведение. Ну, конечно, понимаешь, можно вот эту эскалацию проводить, усиление контроля над муниципалами бесконечно. У нас ведь по очень многим позициям все что-то придумывают новое, придумывают новое, хотя уже все это есть в законе и где угодно. Придумывают новые и новые какие-то законы, да? Не знаю. Другое дело, что у нас на самом деле вот такого рода законы, они применяются выборочно. Вот сейчас, я говорю, не солевое расходы небезопасных средств, оно присутствует всегда. Любую просмотреть доклад той же контроль счетной палаты по более крупному вопросу, всегда есть какая-то сумма не солевого расходования, она не такая большая, но есть всегда. Есть сумма неэффективного расходования, есть там еще какие-то вещи. Она есть всегда. И это всегда основание для возбуждения уголовного дела и посадки. Но этого никто не использует. Почему вдруг будут использовать это, когда это будет принято? И наоборот, если вдруг кто-то не свой, даже сейчас это делает, то он просто будет уволен на этот повод, по которому его уволят. Николай, осталось у нас буквально 4 минуты до конца программы. Хочу с вами поговорить еще немного про журналистику. Наверное, вы читали, поздно тут высказался про журналистику, о том, что в России нет журналистики, но еще остались журналисты. Началась онлайн-дискуссия жаркая на эту тему. Вы согласны с Владимиром Владимировичем в это? Я очень уважаю Познера, честно говоря. Вот тех, еще, может быть, горбачевских лет, когда он нарисовался, мне очень всегда нравилась его манера ведения разговора. И я очень жалею, что он здесь от него немножко стал отступать. Потому что то, что развернулось после этого дела, это мне не понравилось. Мне тоже не понравилось. Мне тоже не понравилось. Во-вторых, всякий раз, когда говорят, есть в России журналист или журналистика, это разговор на самом деле ни о чем. То есть, смотря, что говорящий понимает под словом журналист. Мы прекрасно знаем, что очень многие люди, ну, понимаешь, вот журналист, вот смотри, вот я журналист, да? Поэтому я, например, должен сегодня сказать, что там 18 июня в 7 часов в Парке Победы состоится митинг против застройки Парка Победы. Да, потому что я, скажем, вот теперь те люди, которые этот митинг проводят, скажут, да, Голиков журналист. Ибо я могу не сказать об этом. Но при этом вы все равно останетесь журналистом. Эти люди скажут, вот, Голиков продался, он уже не говорит о тех вещах, которые там о гражданском обществе и так далее. И, соответственно, оценка про другую. Николай, вы меряете категориями других людей, которые субъективны. Вот именно другие люди вот эту дискуссию проводят. Проводят другие люди. Понимаешь, мне говорят, что меня не существует. Понимаешь, как я могу относиться к такой дискуссии? Почему вас не существует? По-моему, Познер как раз сказал, что вы-то существуете. Нет, Познер меня как раз и не видел. Журналистика не существует. Когда нет журналистики, я не могу существовать изолированно. Не может быть журналист без журналистики. Это абсурд. Журналистика существует. Другое дело, что у многих людей очень разный подход к этому делу. И на самом деле, там, те, кто придут вот на этот митинг, да, они вот скажут, да, вот в Кирове осталось мало журналистов, но вот они есть такой, такой, такой. Те, кто наоборот предположим поддерживают застройку этого парка, они наоборот скажут, что был еще такой журналист, но после этого заявления он для меня больше не журналист, я плюну на его издание, я больше никогда его читать не буду. Понимаешь, это очень субъективное мнение. Эта дискуссия, она мне почему не понравилась, когда люди, уважаемые и знающие, что они уважаемые, пускаются до такого рода дискуссии, да, ни о чем. Это всегда обидно. То есть вы считаете, что в России есть и журналисты, и журналисты? Куда же они делись-то? Это есть. Очень много вопросов может к этому возникнуть, то, как, что понимают, но они есть, безусловно, есть. Мы сидим вдвоем в студии, вы журналисты, я журналист. А два журналисты, это уже журналистика. А если мы посмотрим за стекло, если мы посмотрим туда? Вот, все это есть. Другое дело, что, ребят, ну давайте дискуссии вести на корректном уровне, да. И вот это отношение личное, свое понимание этого, каким должен быть журналист. Да он никаким не должен быть, он есть такой, какой он есть. А вот про независимую журналистику, что вы думаете? Познер тоже про нее высказался, что независимой-то не осталось? Дело в том, что независимой журналистики не было и в советское время, но журналистика была. Независимой нет и сейчас, но журналистика есть, потому что такое государство, здесь нет ничего независимого давным-давно. Но даже в этих условиях и в советское время были великолепные журналисты, которые говорили каким-то языком, своим способом, доносили правду, поднимали какие-то дискуссии общественные, что угодно. Это было всегда. А вообще задача журналиста донести правду? Вообще-то это наша главная задача. — Ну, а как вот насчет того, что задача журналиста — дать разные точки зрения? — Нет, погодите, дать разные точки зрения и донести правду. В чем здесь противоречие? Одно дело — это отношение людей к событию, другом дело — мы должны пропиво описать события. Вот и все. Это никакого противоречия нет, разные точки зрения и правды. Чем они могут быть? Разные взгляды на то за правду могут быть? — Ну ладно, я вас немного провоцирую. — Во, да нет, нет, здесь нет провокации, из этого все состоит. — Николай, я благодарю вас за эфир, у нас, к сожалению, закончилось время. Я напомню, что это было особое мнение моего любимого Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». — Юль, спасибо. — Да, меня зовут Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.